Мерзкий, такой, кровожадный, преступный. Вот так вот я его, наверное, опишу. А Тумсо, сегодня у меня день рождения. Каждый год я загадываю одно и то же желание, но он до сих пор не сдох. Тумсо, правда ли, что генерал Шаманов был грамотным руководителем войск и грамотно справлялся с отрядами муджаит? Я бы его, наверное, не так описал. Он не как грамотный, но он, скорее, такой, очень преступный, такой, кровожадный, очень мерзкий такой генерал. Именно его направление было самое преступное. А сказать, что грамотно, ну, не знаю, может быть, кто-то и даст такую оценку, насколько это грамотно. Вообще, насколько сложно воевать с настолько большим преимуществом в военной технике, в численности. Нужна ли здесь какая-то сильная грамота в этом вопросе? Поэтому, я думаю, неправильно их так характеризовать. Скорее, очень такой мерзкий, такой кровожадный, преступный. Вот так вот я его, наверное, опишу. И очень показательным является его интервью, данное им после выхода наших воинов из Грозного, когда Шамиль потерял ногу, когда Лечий Дудаев погиб на минном поле. И вот он тогда наскоряк, как бы только вот-вот-вот это произошло. И комментируя эту тему по российскому телевидению, я помню, как он сказал, их руководители, так называемые амиры, оказались не только баранами, но еще и козлами. Они первыми пошли, типа, впереди своих воинов, типа, первыми бежали. Этот недалекий, да, и вообще, в принципе, не очень трусливый по своей сущности человек, он даже не понял того, что там произошло. Он настолько, как бы, он не в состоянии был это. Может быть, сейчас он обдумывает там что-то, может быть, для него стало ясно, хоть он это никогда не скажет, но на тот момент он даже не понял того героизма, который был проявлен как раз теми самыми амирами, когда они впереди воинов и даже пленных пошли по минному полю. А он этого не догнал. Он решил, что они бежали, типа, первыми хотели убежать. Хотя, в принципе, очень быстро там все поняли, что они идут по минному полю. Когда это поняли, как раз-таки, впереди пошли и лечили туда, и встал Шахида Миншалла. Шамиль потерял ногу, и там вообще очень многие получили ранения, и потери там были, ну, для нас, для наших масштабов они, конечно, серьезные, хотя каких-то таких фатальных потерь при этом выходе мы на самом деле не понесли. Тумсо, вы действительно думаете, что туризм имел бы шансы в независимой Ичкерии? Очень сомневаюсь, однако, за один пост трудно аргументировать. Всего 200 знаков. Ну, прости, пожалуйста, Валерий, это от меня не зависит по поводу знаков. Тебе придется как-то либо вопрос сжимать, либо писать его несколькими сообщениями. Я считаю, что да, точнее, я вообще уверен в этом. У меня нет никаких сомнений, потому что Чечня, это очень привлекательный для туризма регион. Потому что туризм, это в первую очередь известность, слава. То есть туристы, это люди, которые к тебе приедут. А чтобы люди приехали, у них должен быть интерес. А вот интерес с Чечнёй есть практически во всём этом мире. Если создать инфраструктуру, то есть условия для того, чтобы люди приезжали, то они захотят поехать просто, чтобы прикоснуться вот к этой истории, и к этим воинам, они очень много люди слышали, видели. Поэтому людям это, конечно, интересно. Но чтобы для них, чтобы вот это решение поехать, оно принималось легко, для этого нужно, конечно же, создать условия и сделать эти условия достоянием общественности. То есть люди должны это знать. Вот это уже, конечно, тоже отдельный пласт такой колоссальной работы, которую придётся проводить сначала. Может быть, эта работа будет не совсем даже приносить пользу, ну, в смысле, выгоду денежную. Наоборот, может быть, даже на это нужно будет тратиться. Но со временем это даст прибыль, даст результат. Про Хаттаба. Что можешь сказать про него? У тебя не один видео. В арабском Ютубе очень много его роликов. Про Хаттаба очень часто высказывался. Отдельного какого-то ролика нет, Про Хаттаба. Но отношение к нему, разумеется, очень хорошее. Это человек, который не был вообще никак связан с нашим народом или с нашим государством. Однако, когда к нам пришёл враг, он приехал к нам в качестве добровольца. Вместе с нами сражался с этим врагом и в итоге погиб, сражаясь у нас против нашего врага. Как можно к такому человеку относиться, кроме как с огромным уважением и любовью? Любые какие-то ошибки, которые у него были, ошибки бывают у всех людей. Никто не защищён от ошибок. Поэтому сейчас сидеть, рассуждать, к чему-то придираться, нет, конечно, понятно, надо какие-то моменты. Те ошибки, которые были совершены, их нужно просто определить для того, чтобы в дальнейшем их не совершать, только для этого. Но не для того, чтобы как-то принижать этого человека. Конечно, к таким людям, не только к нему, а к любым добровольцам, которые приехали и добровольно у нас отдали свои жизни в сражении с этим врагом, конечно, у нас к ним очень хорошие отношения. Скажи, пожалуйста, Амир Хаттаб, рахима Аллах, по авторитету был выше, чем Кафырова и Ямадаева? Или он их боялся, как рассказывает сам Кафыров, храни тебя Аллах, брат? Алейкум, саляма Аллах, благоркет. Брат, очевиден же ответ, конечно, он был гораздо авторитетнее, потому что он непосредственно участвовал в войне. Он был уже в первую войну, он был успешным Амиром, и вот это вот уничтожение российской колонны в селении Ярыш-Марды. Это была общеизвестная такая операция, общеизвестный успех, все об этом в Чечне знали. Поэтому, конечно, его как воина изначально уважали, он был гораздо более авторитетен. Здесь, конечно, можно говорить, ну, смотря для кого, да, понятно, что те, кто был там рядом с Кадыровым и так далее, они, может быть, были. Хотя, хотя, да, я думаю, что и поначалу даже для них это было очевидно, все восхищались Фаттавом, все его любили. Ну, и невозможно было иначе, потому что, представьте, человек вообще с другого, как бы, конца света к тебе приезжает, человек, которого до этого вообще ничего не связывало с Чечнёй, с чеченцами, просто приезжает, начинает свои средства расходовать на то, чтобы вместе с тобой сражаться против врага, который тебе пришёл. Поэтому, конечно, к нему было очень уважительное такое, даже с любовью я бы сказал, отношение. А потом, какие-то, может быть, там, когда вопросы пошли, там, ваххабизм, не ваххабизм, может быть, там, кто-то как-то отошёл, для кого-то, может, там, не был, как Кадыров, каким-то там, чисто таким духовным авторитетом, так скажем, но не военным, потому что они в войне никогда не участвовали, а чеченское общество, оно само по себе такое, там, воин, вообще, вот это военное дело, это как бы, это элита, прежде всего, отдаётся предпочтение, уважение именно таким людям, чем любым остальным, понимаете, это выше гораздо любых спортсменов, там, духовных, любых иных людей, воин, это, это такая, самая такая, уважаемая, как это сказать, каста, не знаю, в общем, прослойка, поэтому, конечно, безусловно, хаттаб был более уважаемым. Ассаляму алейкум, Тумсу, а как думаешь, ЧГТ-аркашников надо судить наравне с Кадыровцем? Алейкум ассаляму алейкум алейкум, но не всех же, конечно, нет, однако, есть ли там какие-то отдельные личности, которых, которые наверняка что-то такое подсудное, да, по нашим законам совершили, ну, может быть, есть, но не все, просто работал там в ЧГТ-арка и подсуд, нет, конечно, однако, отдельные личности, они, они, заслужили, я думаю, это мое чисто мнение, но с точки зрения уголовного права нашего, я не знаю, есть ли у нас там такая статья, которая подразумевает наказание для них. Сова, Тумсу, сегодня у меня день рождения, каждый год я загадываю одно и то же желание, но оно до сих пор, оно до сих пор не сдох, ты надеешься, да, что желание сбудется, но я тебе могу точно сказать, что в один из дней он точно покинет этот мир, как и все мы, так что желание в конце до концов, конечно, сбудется, не факт, что мы не опередим, конечно, что-то, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok